Уважаемые посетители зоопарка, категорически запрещается кормить животных принесенными продуктами. Просьба сдавать съестное в административный корпус. Господа хорошие, вот скажите мне на милость, может ли зоопарк быть без животных? Нет! Нет! В наше время все может, ребят! Я директор такого зверинца. Когда новый мэр перестал наш зоопарк финансировать, мол, я не намерен кормить зверей, когда кушать хотят люди, близкие. Звери, к сожалению, передохли. Мы их шкуры аккуратно выделали на память. И тут из Германии откликнулись спонсоры. И решили приехать с дружеским визитом к нашим меньшим братьям. Выход был один. Я всех работников зоопарка и членов их семей заставил влезть в шкуры животных и рассредоточиться по клеткам согласно табличек. А чтобы подмена людей на животных для немецкого глаза была плохо заметной, решили так сначала... Банкет! Банкет! А потом уже на закуску зоопарк. Встречаю немцев в аэропорту. Три человека. Ганс, Фритц и Отто. Ганс один по-русски лопочет. И когда уже на банкете Ганс целует глобус и говорит, Иван, ты меня уважаешь? Я понимаю, что пора. В зоопарк. Только вышли из управления немцы, хоть и пьяные, но сразу начали придираться. А почему это у вас обезьяна в аквариуме? Ай-яй-яй! И я отвечаю, это не обезьяна в аквариуме, это билетерша в киоске. А сам смотрю, верпит ровно, лык и не вяжет. Губы тушью для ресниц накрасил, брови губной помадой. Думаю, ну пока я немцев заправлял, мои все тоже заправились. Подходим к крокодилу. Это зеленая рептилия. Лежит на спине, нога на ногу курит. Немцы остолбенели. Даст ист фантастиш. Крокодил курить. Я еле выкрутился. Посетители, говорю, окурки кидают, а животные, они же как дети, быстро всему учатся. Сам им ерша подлил и подвожу их поближе к нашим, к обезьянам. Тут у меня на этих приматов не хватило матов. Играют в домино. Одна обезьяна костяшкой по столу врезала и как вякнет, рыба! Я немцам ерша подлил. Ганс, о майн гот, шимпанзе говорить! Я говорю, нет, это у нее икота такая, рыба, от банана. Наша горилла ведь трезвая, пожилая женщина. Сидит в очках, вяжет носки. Немцы изумленно, кто научить горилла вязать? Я говорю, сама старая дура научилась, по самоучителю. Я немцам ерша подливаю, подвожу их к гигантской голопогосской черепахе. Здоровый панцирь, у входа стоят Васькины сапоги. Из панциря наружу вылетают одноразовые тарелки. Тут Фритц и Отто выразили изумление в виде подозрительного звука. Йо-о, Ганс им по-русски. Что Йо-о, у терепахи госты. Из панциря вываливается Васькина бритая башка. Дышит перегаром так, что я немцам даже ерша не стал подливать. Чего добро переводить. Ганс игриво. О, сколько это черепахе лет? Я отвечаю, почти двести. О, что-то она для свой возраст плохо выглядит. Черепаха подняла голову на Ганса и сказала, Все на себя посмотреть. Затянулась бурой тина. И гладь старинного пруда. Ах, была как буратино. Я когда-то молода. Ганс свой лоб пощупал и заключил, белый горячка. Папа мне всегда предупреждат, не пей с русскими, сойдешь с ума. Мой зампометлым, этот зампомет, единственный трезвый человек. Я на него рассчитывал, перестарался. С какого детского спектакля он это выкопал. Стоит придурок в костюме чебурашки. Немцы протрезвели. Даст ист фантастиш. Эта ест медведь? Я отвечаю, да, ушастый гризли. О, вы, медь, такой редкий медведь. Я говорю, нет, этот медведь пока я не иметь. Но как только вы улетете... И не раз Ганс воскликнул, Меня в эту жизнь больше ничем не удивить. И тут нижнюю челюсть на землю уронил, Потому что навстречу нам на задних лапах в обнимку Ушли белый медведь со львом. У каждого в передних лапах по бутылке пива. Увидели нас, оба икнули. Немцы из вежливости икнули в ответ. Я матерными словами подавился. Ганс взмолился, они будут нас кушать. И тут Лев сказал, Не сегодня. Судя по выпускам новостей, Немцы бежали до самого Берлина. Спонсорской помощи нам, к сожалению, Не досталось. Но зарабатывать на жизнь мы все-таки научились. Недолго думая, сколотили группу животные. Группа зверя отдыхает. Потому что мы поем на сцене в шкурах, Пьяный и матом. Публика в неописуемом восторге. И артистов не боится, Потому что мы в клетках поем. Все, что тебя кусается, Все, что тебя бодается, Любовью называется, Называется.